Кто в этом пакете? Жилетка! Да, это гаустук, и он весь просто в нитках. Я думаю, как у тебя открыть-то. Алиэкспресс, какого хрена ты берешь мои деньги, ставишь на свою одежду дрейсинг 5 и присылаешь мне вот это? Что это вообще? А, это должно было быть платьишко. Это я так стиль хочу поменять. Она такая крутая. Очень воняет. Максимальный лайк, потому что она реально клевая. Блин, они воняют. Ноготочки чек. Да, в этом невозможно ходить, потому что твои трусы будут видны просто всем. Мужчины, они знаете, как коты. Если коту нравится, то мужчине тоже зайдет. Пойдемте проверим эту теорию. Всем привет. Возможно, первое, что вам бросилось в глаза, это вот это странное платье. И да, оно действительно странное, потому что грудь, которая находится здесь, здесь находится вот тут. И я не просто так надела это платье. Дело в том, что это платье из прошлой распаковки одежды Алиэкспресс. И я так сильно бомбанула из-за этого платья в том видео, что не смогла доснять его до конца, поэтому я решила разделить видос на две части. Можете посмотреть, то там достаточно эпично. Я пришла в себя. Я готова к тому, что если вдруг одежда здесь тоже окажется стоим, я это переживу. Хоть я и заказывала ее для того, чтобы, блин, носить, а не для того, чтобы, знаете, сделать там фоточку или снять видосик, тик-ток. Планировала в этом ходить. По факту получаем это. Ну что ж, давайте посмотрим, что осталось еще. Обещай там много. Примерно столько шмоток тут осталось. Это где-то тысяч на двадцать. Начнем с чего-то побольше. И здесь у нас очевидно сложная конструкция, потому что я вижу. Ребят, ну посмотрите, пожалуйста, сами. Ну вот скажите мне, как это вообще возможно? Да, это галстук, и он весь просто в нитках. Алиэкспресс, какого хрена ты берешь мои деньги, ставишь на свою одежду рейтинг 5 и присылаешь мне вот это? Я не иронично хотела одеться в валики, чтобы все было классно. Но пока мы имеем вот так. Что это вообще? А, это должно было быть платьишко. Интересно, а где грудь у этого платья? Попытка следующая. Это я так стиль хочу поменять. Ремень. Не помню, как это нужно носить, но у нас есть картинки. Слава, кому бы там еще помолиться. Очень воняет. И это у нас тоже платье. Вот такое. Кстати, по качеству мне нравится такое оно. У него достаточно приятный материал. Это то самое платье, которое по идее не должно мяться. Его можно просто стирать и ничего не делать, даже не гладить. Очень надеюсь. Эвил, дайте, пожалуйста, ваш комментарий относительно этого платья, пожалуйста. Что вы скажете? Ну, здесь ничего не меняется. И нечего сказать даже коту. Это платье, конечно, что-то с чем-то. Мне оно безумно нравится. Здесь у нас такой полноценный милитер стиль с Алиэкспресс. Чашка идеально подходит. Считаю, что вот в этом реальном платье я бы с удовольствием ходила выгулять. И все такое. И, скорее всего, вам тоже оно нравится. Ну, кому не нравится это платье? Ну, человек, напиши, если тебе нравится. Не нравится это платье. Потому что, мне кажется, это одно из самых лучших моих приобретений с Алика. Так вот. Ноготочки чек. Все хорошо. Только, как бы, вот в чем проблема. Да, это мои трусы. Я ношу трусы черного цвета. Мой любимый цвет черный. Трусы тоже черные. И, да, в этом невозможно ходить. Потому что твои трусы будут видны просто всем. Вы хотите, чтобы были видны ваши трусы? Я, например, не хочу. Я их ношу не для того, чтобы всем показывать. Хотела бы показывать. Я бы была моделью белья. Но я не модель белья, поэтому я бы не хотела. Что это? Носить трусы на вынос, на показ. Пойдемте перед нами. Что в этом пакете? Открываем. В ручке. На самом деле, вещь, знаете, которую меня на Алике никогда не разочаровывала по какой-то очень странной причине, это брюки. Вот все брюки, которые я заказывала, всегда были классные. Правда, я не уверена, что это я себе брюки заказала, а не Давиду, потому что у меня буквально есть похожие. Скорее всего, это для него. Сейчас мы на цепь наливаем. Пафосно, модно. Осталось понять, это кому. В теории, они на мой размер, но у меня так много таких брюк. Ну, ладно, да, они точно на Давид вообще никак нализуют. Короче, это мои новые брюки. Какую оценку я им поставлю? Поставлю им твердую десятку. Почему твердую десятку, спросите вы, а я вам что сделаю, как это говорят в Инстаграме? Отвечу. Ну, потому что они буквально отличные. Это единственный, наверное, продукт, который мне ни разу на Алике не разочаровывал. Вот, казалось бы, знаете, брюки такая вещь, которая, ну, очень тяжело и очень специфично подбирается, но на меня всегда идеально садится. И тут еще уроку в том, что сколько бы брюк я на Алике не брала, всегда, по какой-то причине, но потом все говорят, вау, откуда у тебя такие штаны, где ты заказывала эти брюки? Я такая, да, с Алика. С Алика! Маленькая посылочка, что же там? Это видео идет в селе, но мне нравится больше, чем в прошлое. Вот там было грустно. А, декор. Это цепь. А, это не цепь, я заказывала булавочку. Вот когда-нибудь пропадали вещи на Алике, у меня подруги, которые заказывают часто вот именно маленькие вещи, я просто редко всякую мелочь заказываю с Алика, часто жалуются, что типа у них эти вещи вечно теряются. И я, в принципе, была морально готова, что я вот эту вот булавочку никак не получила, но она здесь, крепится прямо-таки на мою отсутствующую, неправильно расположенную грудь. И ставьте этой булавочке максимальный лайк, потому что она реально клевая. Вот, правда, даже мельчайшие детали, если посмотреть, очень хорошо сделано, цвет приятный, никак в H&M не бесячее серебро. Ставлю булавочке лайк. Лучшая вещь этого видео – булавочка и брюки. Это была не единственная маленькая вещь. Есть еще одна мини-вещица. Сразу две мини-вещицы. Здесь у нас две цепи. А вот это точно я закупала Давиду. Из мужского, считай, раздела. Здесь, значит, вот такая вот штука. Будет носить, наверное. И тоже вот такая вот мужская штука с кольцами. Пойдемте посмотрим, понравится ему или нет. Кот, как ты считаешь, Давиду это понравится? Твое мнение. Ну, кажется, кота заинтересовала. Мужчины, они знают, как коты. Если коту нравится, то мужчине тоже зайдет. Пойдемте проверим эту теорию. Что надо делать? Ничего, это тебе. Это я тебе купила украшение, чтобы ты был модный. А, упырское? Да. А, как оно вообще надевает? Просто на шею надеваешь, там замочек. А, я думал, это кольцо. Господи, кто ж на кепку-то пытается надеть? Я смогу. Все, я модный? Офигенно модный. А это что, то же самое? То же самое, просто другая форма. Вместе их носить не обязательно. Но мне больше кольцо нравится. Нет, это тоже очень стильно выглядит. Ты зря ее недооцениваешь. На фотках очень хорошо выглядит. Даже коту понравилось. Спасибо. Развлекайтесь. Открываем пакетик побольше. Ой, я удивлена. Там что-то белое. Что я вообще показала белое? Я уже даже не помню. Мне казалось, что заказалось только черное. Вау, какая рубашка. А, ну конечно, корейская. Здесь на корейском все написано. Офигеть, какая охренительная, ребята. У меня просто абсолютно минимум слов. Рубашка. Она такая крутая. Она по качеству сравнима, знаете, с моими рубашками, которые очень дорогие. Типа там, ну, от Dior, от Armani. Вот такого плана. Не шучу. Вообще не шучу. Эта рубашка стоила, ну, где-то, наверное, тысячи две. Но она прям шикарная. И снова мы открываем что-то маленькое. И это у нас еще одна цепь. Это, скорее всего, моя. Да, это тупо цепь. У меня есть примерно такая же, только с оранжевым. Теперь у меня будет вот такая. Это выглядит очень здорово. Мне нравится, как это, ну, просто выглядит. Что еще здесь сказать, я не знаю. Оно в целом мне просто нравится. Или я заказывала ее у Давида. Надо проверить, это мужская коллекция была ли женская. Подождите. Прикиньте, вот эти вот брюки, которые я мерила, они мужские. Харадюку мужские брюки. Это нейтральная вещь. Она может носиться как мужчинами, так и женщинами. Поэтому оставлю себе. Ну, или Давиду там. Я не решила. Ну, это, по идее, точно что-то мужское, потому что очень большое. А, нет. Я заказала себе такой, как он, господи, называется, кардилат. Подождите, как эта штука? Жилетка. Я заказала себе такую жилетку, потому что в целом ее уже все носят, у меня ее нет. Я подумала, решила, что, ну, почему бы мне не заказать себе жилетку, когда это уже вышло из моды. В целом, обычная черная жилетка по качеству обыкновенный хлопковый вяз, ну, типа вязание из хлопка, не знаю, как правильно называется. Вставлю ее максимально лайк. Она непростая, не хорошая, не плохая. Самая обычная жилетка. В целом, она свободная. Я и хотела, чтобы она была свободна. Поэтому, ну, знаете, тот самый случай, когда претензий у тебя просто нет. Осталось не так много вещей. Явно куча давительных вещей, которые я заказывала, не пришла, поэтому, видимо, ему в этот раз не повезло. А, нет. Вот они вещи, Далида, которые я так ждала. Я ему тоже заказала кучу всего, потому что он к шмоткам вообще ровно относится. Ему, типа, вообще наплевать. Типа, он может ходить даже в чем-то очень и очень потертом, старом. Я решила взять инициативу в свои руки и заказала ему. Сейчас покажу вам, что я заказала. Здесь у нас самая обычная оверсайз белая рубашка хлопковая. Ну, по качеству максимально норма, просто обычная белая хлопковая оверсайз. Потом такие брюки, и они тоже по какой-то причине кажутся как будто на меня по размеру, но мы с этим уже ничего не можем поделать. Поэтому у него ничего не остается, кроме как носить. Фу! Блин, они вонят, пиздец. Ох! И здесь у нас по какой-то причине серая рубашка, когда я точно заказывала черную. Ну, ладно, ну, зато они в подарок дали очень странный брелок, видимо, за счет того, что отправили не тот цвет, или что это? Да, они отправили вот такой вот очень странный брелок в подарок за серую рубашку. Ну, я думаю, Давиду, так кому пофиг он переживет, но это очень странно отправлять не тот цвет, типа. Осталось три вещи. Очень интересно, как рубашку поместили в такой маленький пакет. Моя вот такая вот странная рубашка из крайне странного материала. Видно, что лютая синтетика, но знаете, когда я покупала в отзывах, я точно помню, что я видела комментарии о том, что люди писали, что материал очень хороший, классный. Я не против синтетики, у меня вообще пофиг, что носить реально, мне лишь бы смотрелось неплохо. Ну, по дизайну оно придурковатое, все, как я люблю, поэтому валидно-валидно. Самый обычный черный ремень, вот с такими вот заклепками. У меня таких ремней несколько, у меня есть прозрачный, у меня есть черный, но мой черный ремень поизносился. Я думаю, как тебя открыто, козлина. Я люблю козлов, а не мои любимые животные. Ну, мой поизносился, поэтому я взяла себе точно такой же, практически только с Алика. И в целом, ну, он потрясающий, обожаю такие ремни, мне кажется, они выглядят очень стильно. И абсолютно любой образ, какой бы он там ни был, платье, жилет, жакет, вообще пофиг, чего угодно, он сразу делает более классным. Естественно, так я носить не буду, потому что это очень-очень плохой стиль. Но ремень все еще лайк. Он очень дешевый, вроде он стоил 90 рублей, и для ремня, который стоит 90 рублей, считаю, что качество настолько хорошее, что это даже неоправданно хорошее качество. Последний маленький-малюсенький пакетик. И здесь чокер с шипами. Такие вещи очень люблю. По качеству он абсолютно не хуже и не лучше, чем любой другой чокер такого плана, который можно купить, например, там, не знаю, в Бершке какой-нибудь. Он может регулироваться как угодно, я повесила его таким образом, но в теории я могу его зацинкнуть прямо, чтобы оно было вот так вот на шее. Никто не мешает это делать. Затянула. Что ж, ребятки, такое видео получилось. Короче, я сейчас вышла в свою комнату, и я понимаю, что я забыла показать вам еще две вещи с Алика, которые я заказала. И когда я их открыла, я просто офигела, потому что я заказала вот такую вот штуку в японском стиле. Привет кокийским мстителям. Вот этот вот весь вайп. И я в ужасе от того, насколько она хороша. Я реально не иронично теперь вот в этой вот фигне буду ходить постоянно. Хочется хвостик сейчас завязать и пойти. В целом, мне ничего не мешает это сделать. Я не ожидала такое качество от непонятного магазина. Теперь я хочу одеваться только там. Еще у меня были брюки тоже. Я заказала, конечно же, Давиду, и они пришли на меня. Чтобы вы понимали, объем задницы чего-то типа 85-84 см. По-моему, не скажешь, но в сравнении с другими людьми, ну, например, вот, тут достаточно очевидно, насколько я петит. И каким образом мужской размер налезает на женскую задницу 83 см. Это они играют с тельняшкой, да. Вот одевают весь ур, это... Мы так живем. Пис. Очень тяжелый пакет. Очень много всего. Приятно, когда покупаешь вещь за 80 рублей, а все думают, что она стоит 90. Бесконечно я доставала эти пакеты. Да я доставала пакет, а в нем был пакет. Надеваем носок на руку. Я уже ничего не жду. Нет, это просто невозможно. Я вообще не понимаю, это создано на человеческую осыпь? Или на какую? А, вот это типа вместо груди? Почему? Но я безумно сильно в разочаровании. Спасибо.